Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеши. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Тимошевском районе найдены тела всех четырех утонувших подростков. Кубернатор потребовал усилить разъяснительную работу с детьми. Въезд в Сочи в дни Кубка Конфедерации ограничивать не будут, но на курорте появится временная разметка и знаки. Мэр Сочи поздравил следователей с профессиональным праздником на счету городского отдела более 500 раскрытых преступлений за год. Шесть километров бегом, чтобы увидеть Ахун. Сборная России по боксу провела тренировку, как говорится, на пленэре. Места спусков к водоемам. В районах края будут патрулировать дружинники и казаки. Им такое поручение сегодня дал глава региона. Напомню, на реке Кирпили в Тимошевском районе под лед провалились пять подростков. И только одного удалось спасти. Вениамин Кондратьев провел экстренное совещание по случившейся трагедии. Губернатор выразил соболезнования родным провалившихся под лед подростков. Конечно, слава соболезнований. И родителям, и родственникам, и близких этих ребят, которые погибли. Глава Тимошевского района – сделайте все возможное, чтобы финансово помочь этим семьям в организации похорон и в целом пережить им эту трагедию. Семьям погибших оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Похороны пройдут завтра. К другим новостям. Прокуроры со всего края собрались в музыкальном театре Краснодара. Поводом стал юбилей ведомства 295 лет. За это время российская прокуратура прошла большой путь становления и развития. Сегодня это одно из важнейших правоохранительных институтов государства. Благодаря сотрудникам региональной службы за минувший год было пресечено около 80 тысяч правонарушений, связанных с коррупцией. Возбуждено более 80 уголовных дел. Со словами благодарности за добросовестную работу и поздравлениями в формате видеообращения к присутствующим обратился заместитель генпрокурора страны. Более 10 лет я работал рядом с вами. Это высокая для меня честь. Мы достигли больших с вами результатов. Это стало возможно благодаря именно вам, а также тесному взаимодействию всех правоохранителей, судебной системы, органов власти и местного самоуправления. Всем желаю добра, благополучия и профессиональных успехов. Поздравить служителей закона приехали губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Владимир Бикетов. Глава региона отметил высокий уровень доверия жителей края к сотрудникам прокуратуры. Созданное почти три века назад ведомство и сегодня сохраняет свои основные задачи – отстаивать права и интересы людей. Прокуратура и сейчас выполняет свою важнейшую функцию, обеспечивает законность и порядок в стране, в нашем крае. Очень важно, чтобы граждане, жители нашего края знали, что у них есть защитник. Закон – это совокупность норм, а прокуратура – это совокупность характеров. Людей, которые порой в приоритет своим желаниям, благополучию ставят службу. Я благодарен вам за честную и профессиональную работу. Вы делаете все, чтобы наш край стабильно развивался, был не только безопасным, но и экономически сильным. С праздником, коллеги! Лучших сотрудников Краевого ведомства отметили наградами и почетными грамотами, а завершился торжественный прием праздничным концертом. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. 15 декабря Следственный комитет России отметил шестую дату образования управления как самостоятельной структуры. Следователей Сочи поздравил сегодня глава города Анатолий Пахомов и руководители ведомств, чья деятельность так или иначе связана поседневной службой. Шесть лет назад Следственный комитет России был выведен из системы прокуратуры и стал, по сути, самостоятельным органом, проводящим следственные действия. Поздравления с очередной датой и признание достойного выполнения служебного долга принимали сегодня следователи управления. Благодарю за службу. В самые сложные дни, в самых сложных условиях вы каждый день и ночь находитесь на службе, невзирая ни на какие невзгоды. Поэтому всех вас поздравляю и благодарю за службу. Шесть лет со дня образования Следственного комитета сотрудники Сочинского управления отметили на новых рабочих местах. Два следственных отдела, городской и отдел по центральному району, переехали в новые помещения, где ранее располагалось городское собрание. Такой подарок можно считать одним из элементов оценки деятельности комитета, руководством курорта. Следственный комитет – это государево око. И я не раз уже всегда говорил, что самая главная задача следователей – это установить справедливость и честность. Это всегда очень тяжелая задача, но она самая важная, потому что все, что угодно, может человек терпеть, если это честно. Если по отношению к нему будет проявлена несправедливость, то это никогда не проходит. И обида остается на следователя, а значит на государство. История же работы следственных органов достаточно велика. Начиная еще с петровских времен, была создана служба расследования преступлений. Долгое время следственное управление находилось в составе прокуратуры. Ветераны следственного дела сегодня охотно передают свое знание молодым служащим. За шесть лет работы следственного управления Сочи накоплен немалый опыт. Только за прошлый год сотрудниками подразделений расследовано более 500 преступлений. По большей части дел завершено производство, а материалы переданы в суд. Это каждодневный труд, каждодневная работа, которую мы выполняем своим немногочисленным коллективом. У нас чуть менее 40 человек, из которых практически 20 – это следователи. Следователь – это человек, во-первых, профессионально грамотный, во-вторых, молодой, энергичный, с большим психологическим запасом. Впрочем, несмотря на непростой служебный график, сочинские следователи находят время и для участия в повседневной общественной жизни курорта. Свой же календарный выходной день, на который в этом году и выпала дата образования управления, часть его сотрудников находились на рабочих местах. Как говорится, на страже закона. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи сгорели два жилых барака. Пожар произошел в воскресенье днем, недалеко от Эс. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. От огня пострадала пожилая женщина. К счастью, никто не погиб. Татьяна Говоркова выяснила подробности случившегося. Это все, что осталось от двухэтажного деревянного барака, в котором проживали две семьи. Одна на втором этаже, другая на первом. Примерно здесь располагалась кухня. Тому свидетельство оставленная кастрюля, решетка от плиты. Также, по словам соседей, здесь находились газовые баллоны в неисправном состоянии. Утечка в одном из них и стала причиной взрыва, а затем и серьезного пожара. Огонь распространился в считанные минуты. Пламя перекинулось на соседний дом уберечь. Третий и последующий удалось благодаря оперативной работе спасателей. На пожаре работало пять пожарных расчетов. Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда, муниципальная служба спасения. Пожар потушили в 15 часов 34 минуты. Предполагаемая причина – неисторожная эксплуатация газового оборудования. На пожаре погибших нет, пострадавший один человек от госпитализации отказался. Ожоги получила пожилая женщина, которая проживала здесь со своим мужем, дочерью и внуками. Все они сейчас находятся у родственников. Она пыталась вынести вещи у нее, сгорело лицо, руки. Сейчас в Краснодаре она поехала в больницу проходить лечение. Мой муж с соседом уже вытаскивали ее туда селком, чтобы ничего не обрушилось, не сгорели. Он тоже пытался с окна вытащить какие-то вещи, выбрасывая детские, какие-то документы пытались найти. Все сгорело. Предотвратить пожар было можно, уверены соседи. Ведь о неисправности газового баллона все знали. Недели две назад, что здесь вон было от газа, спускались неоднократно, супруга моя спускалась, предубеждали и говорили, что есть запах. Она не пореагировала, она наоборот на нас доехала. Это не у нас, а у вас. А потом буквально вчера подъезжает, их не взят. Я не знаю, как его зовут, я его неоднократно здесь просто видел, знаю, что взят. Привозит два баллона. Один вот такой маленький, второй большой. И он говорит, ну на какой, не знаю, сейчас говорит, что есть уточка, вот этот кран стоит 500 рублей поменять. Если сильно уточка пойдет, то тогда вот поменяем. Экономия или банальная надежда на авось сыграла свою роль. Результат плачевный, без жилья остались около 20 человек. Мало того, они не прописаны в бараках, которые принадлежат 44-му тоннель-отряду. А значит, претендовать на муниципальную помощь не могут. Поддержку погорельцам оказывают только родственники и соседи, которые уже боятся пользоваться привозным газом и отапливаются только дровами. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКД. Накануне на гоночной трассе Сочи-автодрома разбились два дорогих гоночных автомобиля. Оба восстановлению не подлежат. ДТП произошло во время частных заездов на Сочи-автодроме. Водитель одного из автомобилей набрал большую скорость, а второй пытался совершить маневр, но не успел. В результате разбились легендарный автомобиль Porsche GT3 RS и Renault Megane RS. Обе машины пришлось тушить. Стоимость одной из иномарок не меньше 10 миллионов рублей. Что касается водителей, то один из них получил перелом руки. Пострадал ли второй, не сообщается. В Сочи столкнулись четыре автомобиля. В ДТП пострадал ребенок. Авария произошла в шестом тоннеле днем в субботу на обходе города Сочи в районе Мамайки. По предварительным данным, причиной ДТП стал выпавший из кузова «Газели» груз. Объезжая препятствие, следующий за грузовиком автомобиль «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мерседесом». В иномарку врезалась и «Лада» 99-й модели. В результате аварии пострадали водители, несовершеннолетний пассажир «Мерседеса». По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. В минувшие выходные на улице Мира в Адлере произошло ДТП с участием пешехода. 36-летний сочинец, управляя автомобилем «Тойота», наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате пешеход с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Госавтоинспекция Сочи напоминает, при переходе дороги и движений по обочинам в темное время суток пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Въезд в Сочи в дни Кубка Конфедерации ограничивать не будут, как это было во время зимней Олимпиады. Об этом сообщили в администрации города на совещании. Темой встречи стало транспортное обеспечение турнира. Селекторное заседание штаба по подготовке к Кубку Конфедерации провел вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. Он отметил, что у Сочи накоплен уже большой опыт в организации крупных турниров, и он будет полезен и на предстоящем Кубке, в том числе в вопросах транспортного обеспечения. Ограничений на федеральных трассах в этом году не будет. За 2018 год, понятно, что говорить пока рано, показательным будет 2017 год, но мы с вами отдаем отчет и реально понимаем, что локальные оперативные ограничения и перекрытия все равно придется вводить. Первый заместитель главы города Сочи Мугзин Чермит подчеркнул, что информация о всех ограничениях будет предоставляться заранее, чтобы водители могли продумать пути объезда. В направлении Фишта определено 7 маршрутов общественного транспорта, на которых болельщики, волонтеры и клиентские группы смогут перемещаться бесплатно. Это 150 автобусов. Ну а для всех остальных пассажиров сохранится обычный режим оплаты. Будет усилена работа общественного транспорта в городе Сочи и особенно в дни проведения матчей, а у нас их 4 матча в рамках Кубка конфедерации и 6 матчей в рамках чемпионата мира по футболу, чтобы именно в эти дни все-таки старались и наши жители в первую очередь, и гости, которых у нас будет много лет передвигаться на общественном транспорте. Также уже известно, что в городе увеличат количество ласточек. Кроме того, на остановках появятся электронные табло, информирующие о времени прибытия транспорта, которые останутся в городе. И после соревнований временную разметку на дорогах и знаки начнут устанавливать на курорте уже в апреле. Болеть и брать больничный лист с этого года некоторым будет невыгодно. В силу вступили поправки в российское законодательство, сообщает портал Краснодар Медиа. С 1 января болеть в рабочее время будет очень невыгодно. И особенно это касается тех работников, у которых рабочий стаж совсем небольшой. Стаж, необходимый для стопроцентной выплаты по больничному листу, повышен. Правительством России принята новая формула для расчета больничных листов. Отныне оплачивать больничный лист в размере 100% от заработной платы будут, только если у заболевшего имеется стаж работы более 15 лет. Ранее для полной оплаты больничного требовалось 8 лет трудового стажа. Сейчас же проработавшие 8 лет получат 80% от средней заработной платы. Если стаж менее 8 лет, выплаты по больничному составят 60% от средней зарплаты заболевшего. Продолжаем. В музее Коваленко сегодня прошел торжественный прием для журналистов. Вениамин Кондратьев поздравил их с профессиональным праздником. Подробнее наши краснодарские коллеги. Золотая шайба будет на этих выходных. Идем, не идем, освещаем, не освещаем. Каждый рабочий день в газете «Приазовские степи» начинается с планерки. Не уступают традициям даже в свой профессиональный праздник. Обсудить вышедший номер и сверстать следующий – так было всегда, вот уже почти 100 лет. С 1917 года газета 9 раз меняла название. Бывало, даже выходила на украинском языке. Но принципы работы, объективность и достоверность остались прежними. О том, что напечатанные статьи, заменят телевизионные сюжеты или новости из интернета, редакцию пугали не раз. А газета наоборот – все крепнет и открывает новые рубрики. О том, что умрет печатное слово, говорится уже очень-очень давно. А мы все живем, живем, здравствуем и здравствуем. И никуда не собираемся, поверьте. Так, день за днем историю родного края пишут 600 газет и журналов. Их руководители, авторы и фотографы собрались сегодня вместе. Все сходятся во мнении – жизнь печатных изданий не закончится. В недалеком будущем газета окажется в руках у наиболее продвинутой части общества, у людей, которые готовы думать и делать выводы, которые интересуются чем-то не просто так, а, ну, как скажем, хотят мыслить и хотят сами участвовать в жизни общества. В жесткой конкуренции с телевидением и интернетом газеты не теряют свою аудиторию, ищут новые формы, меняют подачу информации. На встрече с журналистами Вениамин Кондратьев предостерегает – в погоне за сенсациями нужно помнить о достоверности. Общество и журналистика – они неразрывны. Народ, он требует правду, он требует осведомленность, он требует информацию, которая позволит ему ощущать себя, по крайней мере, в активной фазе жизни. Достоверность и беспристрастность – вот это тот критерий, который сегодня необходим обществу. Порой сложно унять собственные амбиции, собственное мнение, собственную позицию ради достоверности и беспристрастности. Но на это есть тот журналист, который может это сделать, настоящий журналист. Любую утку, как у вас говорят, запустить очень легко, а поймать ее очень сложно. Поэтому информация, которая выходит на страницах газет или вообще в целом средств массовой информации, конечно, должна быть проверенной, конечно, должна быть объективной. Написать неправду даже ради тиражей кубанские журналисты не готовы. Корреспонденты и репортеры всегда в эпицентре событий, среди людей, и куда важнее собственная репутация. Мы близко к людям, нас все знают, поэтому уже тут лукавить никак не получится. Люди знают нас уже десятки лет, видят фотографии своих внуков, детей, своих знакомых каких-то. Журналистам сегодня действительно доверяют. Впервые за пять лет краевые издания увеличили тираж. В регионе сегодня 320 тысяч подписчиков. Самое главное, что удалось нам сохранить на Кубани, это, безусловно, настоящий журналистский такой дух, можно сказать. Мы с вами в условиях прошлого тяжелого финансового года достигли серьезнейших результатов. И по подписке мы уже сейчас видим прирост. И в целом и по телесмотрению, если отдельно говорить, это значит, что то, о чем говорил Вениамин Иванович, уровень доверия людей к информации, которую мы с вами производим и выпускаем, значит, уровень доверия конкретно каждому изданию, каждому средству массовой информации растет. Это ваша личная заслуга. От журналистов сегодня зависит и имидж Кубани, считает Вениамин Кондратьев. Главное оружие корреспондента – слово отзывается далеко за пределами края. А значит, каждый должен помнить об ответственности за сказанное и написанное. Журналист – он первый помощник власти. И если на самом деле правильный журналист, если это человек по призванию там, вот с этим пером, то он помогает власти видеть проблемы и проблематику на стадии, когда они появляются. Поэтому я за то, чтобы в принципе внести определенные изменения в законодательство, но это уже федерального уровня, где расширить компетенцию и полномочия журналиста. В то же время повысить и ответственность журналиста за ту объективность, правдивость и достоверность информации, которую он выдает в эфир, если так сказать. Но это необходимо делать. В этом случае на самом деле общество будет еще более гармонизировано, оно будет более сбалансировано и более понятно и прозрачно и для власти, и для самих жителей. Так, словом, вот уже много лет Кубань прославляют мэтры нашей журналистики. Благодаря Виктору Лихоносову Краснодар стал маленьким Парижем, а Иван Лотышев рассказал о крае в 17 книгах. И останавливаться на этом не собирается, ведь, как сам признался, знает секреты долголетия и с ними с удовольствием делится. Эта книжка уникальна. По советам и рекомендациям этой книги я живу вот в 96-й год, вот активное участие в общественной жизни. Моя просьба – внимательно посчитайте эти уникальные книги. Труды журналистов не остаются незамеченными. Тех, кто отдают свою жизнь профессии, глава края отметил наградами. Почетное звание заслуженных журналистов Кубани получили корреспонденты газет из Каневского и Калининского районов. Благодарности и почетные грамоты из рук губернатора, редакторам и фотографам. На самом деле сегодня вы одни из тех, кто формирует, я уже говорил, общественное мнение и самосознание. Поэтому вы должны быть оценены здесь по достоинству. Общество, понятно, оно у нас разное, но это наше общество, наши люди, наши жители. Нас никогда не будут судить, если мы сможем на самом деле сегодня сохранить вот эту вот социальную стабильность, экономическую стабильность. Дух вашей единой семьи на самом деле это очень важно. Сегодня Кубань красавец. Благодаря нам, я уверен, нам будет еще краше. Экономически сильнее. И я хочу сказать вам, еще раз вам за это спасибо, за то, что вы сегодня делаете. Мария Крошный, Денис Перец, Денис Маскаленко, Игорь Хашобин. Кубань-24, Краснодар. В Сочи проводят сборы национальная команда страны по боксу. На базе Центра спортивной подготовки Югспорт тренируется 61 спортсмен, в их числе чемпионы России, Европы, мира и олимпийские чемпионы. Тренируются боксеры не только в зале. Накануне они пробежали 6-километровый кросс к одной из главных достопримечательностей курорта. Расскажет Ольга Десятого. Рано утром сборная России в полном составе на дороге, ведущей к смотровой башне. На улице еще прохладно, но уже солнечно. Лучшие боксеры страны в хорошем настроении. После небольшой разминки спортсмены стартуют. Впереди 6 километров в гору до самой высокой точки Ахуна. И чем выше спортсмены поднимались вверх, тем ниже становилась температура воздуха. Бежать приходилось сначала по скользкой дороге, а потом и вовсе по снегу. Но такой и перепад высоты, температура идет спортсменам только на пользу, говорят тренеры. Это первый сбор в этом году. Сбор базовый, где мы закладываем специальную физическую подготовку, общую физическую подготовку. Достаточно хорошие условия для тренировок. Потом имеется очень современный медицинский комплекс, что дает возможность ребятам немножко еще подлечиться. В тренировке принял участие 61 спортсмен. Это лучшие боксеры страны и чемпионы России, Европы, мира. В их числе и олимпийский чемпион Евгений Тищенко. После олимпийских игр я долго отдыхал, поэтому пока еще втягиваемся. Я думаю, дальше лучше будет. А что вот такие тренировки, как сегодня, дают вам? Общую физическую подготовку. Мы закладываем сейчас базу для дальнейших побед, для дальнейших турниров. Дальше уже пойдет специальная подготовка. Сейчас мы пока не столько боксерскую базу закладываем, сколько функциональную. На сборы в Сочи российские боксеры приезжают регулярно. Говорят, здесь идеальные условия для тренировок. Прекрасная спортивная база и, конечно, погодные условия. Можно тренироваться и летом, и зимой, и у моря, и в горах. Мы очень рады, что сборная по боксу России выбрала площадкой для проведения тренировочных сборов в городе Сочи. И надеемся, даже уверены о том, что и другие сборные будут также следовать этому примеру. Потому что как климатическая составляющая, как погодные условия, так и инфраструктура полностью готовая, способствуют тому, чтобы город Сочи стал площадкой для проведения сборов. И не только для сборов, но и для развития бокса в городе, где уже полторы тысячи ребят выбрали для себя этот вид спорта. Для подростков на курорте открыты 14 муниципальных залов и уже запланирована встреча с их кумирами. Что касается сборов, российские боксеры пробудут в Сочи до конца месяца. Здесь они готовятся сразу к нескольким крупным стартам, ближайшие 3 февраля. В этот день стартует седьмой сезон всемирной серии бокса. А еще в феврале наши спортсмены поборются за медали международных турниров в Венгрии, Белоруссии и Болгарии. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Изменения в федеральном законодательстве. С 1 февраля, согласно 54 закону, почти все организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, должны перейти на онлайн-кассы. А для этого модернизировать или полностью обновить свои контрольно-кассовые аппараты. Помочь это сделать, а также поставить технику на учет, настроить ее, а еще установить товароучетную программу. Программное обеспечение для онлайн-касс поможет компания Альфа-Софт. Все подробности в нашем следующем сюжете. Компания Альфа-Софт в Сочи имеет статус Центра компетенции 1С по 54-му федеральному закону, согласно которому с 1 февраля почти все индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, должны перейти на онлайн-кассы. Такой статус Альфа-Софт был присвоен как компании, подтвердившей знания и опыт специалистов в переходе на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Основным изменением в этот закон является необходимость передачи кассовых чеков в режиме онлайн в налоговую инспекцию. Соответственно, эти изменения несут за собой необходимость модернизации, либо приобретения новой кассовой техники. В компании Альфа-Софт помогут и выбрать новый аппарат, и модернизировать существующие. Причем специалисты работают с кассами всех основных производителей. Еще один плюс. Альфа-Софт предлагает сразу комплекс услуг. Модернизация кассы и ее дальнейшее обслуживание, установка фискального накопителя, то есть устройство для шифрования сведений о кассовых расчетах, подключение к оператору фискальных данных, регистрация в налоговых органах, а еще установка товароучетной программы. Мы устанавливаем программу 1С и настраиваем не только учет самих продаж, а мы еще и настраиваем складской учет, управленческий учет. Причем есть как типовые решения, например, просто 1С управление торговлей, но есть еще и специализированные и отрестливые решения для магазинов одежды, для общепита. Сегодня Альфа-Софт – лидер сочинского рынка среди партнеров 1С. На счету компаний за 10 лет больше тысячи проектов автоматизации в городе. Еще больше о компании Альфа-Софт можно узнать по адресу улица Рос-119 или по телефону 296-0070. Вся информация об онлайн-кассах на сайте kkmsochi.ru Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ На сегодня все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.